Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли народный артист России, художественного руководителя и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский. Александр Витальевич, очень рад вас видеть. Добрый вечер. Знаете, я приготовил вот такую вот надпись. Вижу, что у вас сразу меняется цвет глаз, расширяются значки. Я так понимаю, что вот эта надпись последний год стоит вам закрыть глаза, все равно стоит, да, и внутренним взором. Давайте расскажем нашим зрителям, что это такое. Музыканты, конечно, знают, что это такое, но расскажем всем остальным. В этом есть и тайна, и загадка, в том числе зашифрованная в нескольких музыкальных произведениях этого великого композитора. Да, это совершенно священные буквы, я думаю, для каждого российского музыканта. Это аббревиатура и шифр в нотах Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Ну, я бы немножко уточнил, я думаю, что не последний год вот это во мне. Я думаю, что одно из самых сильных детских моих впечатлений, это была запись Десятой симфонии, изданная мелодией в начале 70-х годов, берлинским симфоническим, под управлением Караяна. И то, что я услышал, это перевернуло мое сознание. Дома на проигрыватель? Дома, из маминой фонотеки, конечно. То, что совершенно оставило, ну, неизгладимый след, это записи Восьмой симфонии. Был фильм такой, на лент-фильме, по-моему, он был снят, или на студии документальных. С Евгением Александровичем Мравинским? С Евгением Александровичем, и где он рассказывает очень долго. Это потрясающе совершенно. Это абсолютно историческая лента, вот такой живой учебник был, симфонии Восьмой, которая была посвящена Шестаковичем Мравинскому, и так далее, и так далее. Вся жизнь моя, с детства, я в банде и на трубе играл в праздничном вертюре, что такое, что в Кремлевском дворце съездов. Маленькая сосочка банда на музыкальном жаргоне, это духовой оркестр. Сценический оркестр, да. Усиление. Так вот, я был усилением в оркестре Большого театра в свое время, которым управлял Фуат Мансуров в Кремле на каком-то правительственном концерте, не помню. И, конечно, 40-летие Победы, незабываемые кадры исторические войны под вот эту грязь, эти пушки, люди, которые тащат на себе технику, просто вытаскивают на своих плечах. И это все под звуки десятая симфония Штаковича. Ну, в общем, очень много впечатлений, которые с детства сопровождают меня всю жизнь. И у меня была идея фикс всегда к столетию, я просто не был, видимо, готов никак это реализовать я очень хотел. Я мечтал, наверное, это слишком громко сказать, но я мечтал погрузиться в это настолько глубоко, насколько возможно. Ну вот, это качество и количество дней переросло в музыкальное качество. К счастью, да. Ну, я не знаю, пик это или не пик, но, наверное, в определенном смысле для музыкантов, для слушателей, которые придут на этот концерт, конечно, это будет пиком праздного дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, юбилей 110 лет, 25 сентября, и это концерт на Залчайковского. Что за концерт для вас? Ну, это тоже совершенно неожиданно, как все в этой жизни, что наш невероятный Мацуев мне сказал, ты можешь 25-го приехать с оркестром в Москву? Я сказал, даже если мы не можем, мы приедем. Вот по его приглашению мы будем играть с Денисом два концерта фортепианы Шостаковича и Пятую симфонию, это оркестровое монументальнейшее сочинение, которую мы коллегиально, что ли, решили исполнить, да, потому что, ну, это одно из самых, наверное, самых ярких и ясных сочинений. И да, вот это состоится, мы к этому сейчас очень трепетно готовимся. И я прекрасно помню, ровно 10 лет назад последний концерт Сеслава Леопольевича Ростроповича, который исполнил восьмую симфонию ровно день в день, 25 сентября. Я 10 лет назад восьмую симфонию и попрощался, я, вот до сих пор у меня это стоит перед глазами, когда он после второго отделения, в первом они с Виктором Викторовичем Третьяковым играли первый скрипичный концерт. Это было 10 лет назад, и это, я помню, как будто это было вчера. И Ростропович на этим пианисимо в последних тактах, он просто попрощался, ушел. Вот это, для меня эти 10 лет, наверное, они были вот какой-то такой подготовкой и желанием, ну, быть к этому настолько, насколько можно быть к этому близким. Ну, у вас была возможность проверить это с оркестром, без слушателей, что, наверное, добавляло трудностей, потому что огромный музыкальный марафон, еще раз покажу зрителям, вот под этой надписью, это музыкальная монограмма, да, музыкальная монограмма, музыкальная подпись Дмитрия Дмитриевича, если представить нотный стан, то это нота Ре, Ми бемоль, До и Си. И эта музыкальная монограмма, ну, это уж так совсем апропо, звучит постоянно, транспонируясь из тональности в тональность в разных инструментах в знаменитом восьмом квартете, который вот сейчас уже принято называть музыкальный реквием самому себе Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мне кажется, что каждое произведение – это и рождение, и реквием Шостаковича, потому что это интимнейшие вещи, ничего показного, все завуалировано, и в то же время для человека, который погружается, все открыто. Вот вы погрузились так, как за последние, я даже не знаю, вообще, было такое когда-нибудь в музыкальном мире, чтобы за месяц, или за два месяца? Не за два. На сколько? Со 2 августа по 29 августа. За 27 дней. 27 дней. Мы записали 6 инструментальных концертов и 13 симфоний. Осталось еще две, значит. Осталось 13-е и 14-е симфоний, и финал, и 2-е, и 3-е. Мы запишем это на фирме «Мелодия», это надо… Вот почему я сказал, что без слушателей запись. Надо сказать, да, но до того, как мы эту запись готовили, я ведь в сезоне сыграл почти все эти симфонии, для того, что, зная и имея опыт работы с записей студийной, я знал, что оркестр должен этим материалом владеть, ну, виртуозно, настолько свободно, насколько это возможно. Вообще Шостакович ведь для казанского оркестра уникальный совершенно, помимо всего прочего, уникальный человек, потому что он помог Називу Жиганову, тогдашнему ректору консерватории Казанской, и основателю, и председателю Союза композиторов Татарстана, очень яркой, выдающейся фигуре. Он ведь помог… Жиганов 30 лет пытался решить вопрос о том, чтобы в Казани был госоркестр. И это не удавалось до 1966 года. И вот эта сцепка уникальная, Рахлина, Натан Григорьевич, который был отцом-основателем нашего оркестра, по приглашению Жиганова, и Шостакович, который лоббировал эти просьбы жигановские в Москве, и эта связка, она дала импульс рождению оркестра, ведь надо помнить, что Шостакович очень хорошо знал Рахлина, Рахлин дириживал премьеру его 11-й симфонии в 57-м году. И, в общем, это совершенно уникальная вещь, и мы подумали, что мы не можем… Я хотел просто сыграть цикл всех симфоний. И потом уже родилась идея добавить к этому всех концертов. Наспрометальные концерты. И потом уже родилась идея, чтобы в этих концертах участвовали молодые музыканты наши, замечательные, фантастические лауреаты конкурса Чайковского. И совместно с Московской филармонией мы, так сказать, этот лист этих, так сказать… Заполнили шесть имен. Давайте скажем, что это за музыканты. Ну, смотрите, мы решили, что каждый концерт должен играть отдельный музыкант. Ну, кто играл первый скрипичный концерт? Первый скрипичный играл Сережа Дагадин. Так. Вот, ленинградский наш давний знакомый. И надо сказать, что я с ним еще играл, когда ему было лет 13, наверное. Он невероятно вырос. Он играл первый скрипичный Павел Милюков. Фантастический, мощнейший скрипач играл второй концерт. Первый… Виолончельный. Виолончельный играл Саша Бузлов. Тоже наш очень давний друг. Второй, значит, Александр Рамский. Второй Саша Рам, да. Только что с ним играли. В Сочи у Дениса Леонидовича на фестивале, на Крещенто. И он приезжал совсем юным. Надо сказать, что все ребята практически приезжали в Казань еще до того, как они стали лауреатами конкурса Чайковского. Фортепианные. Фортепианные. Генюшес. Лукас. Да. И Дима Маслеев. В общем, тоже незнакомые нам исполнители, потому что и Лукас был, и Маслеев. Дима играл с нами и в Казани, и в Петербурге. В «Маринке-3» мы играли с ним буквально совсем-совсем недавно. Уже после того, как он стал лауреатом. В общем, такая интересная компания. Очень яркая. На секундочку, вернемся сейчас к 25 сентября. Ведь первый фортепианный концерт, который будет открывать программу, знаменит, помимо всего прочего, мощнейшим, с ног сшибающим соло-трубы. Кто будет солировать? Ну, конечно, мы подумали и решили, что, наверное, лучше Владика Лаврика это никто не сделает. Поэтому это будет Владислав Лаврик. Один из лучших трубачей Европы, наверное. Ну, да, смело можно так сказать. Постоянно находясь в музыке Шостаковича, вы должны были что-то такое особенное испытывать. Ведь молодое поколение совершенно не воспринимает, не считывает политический аспект. Все это осталось для людей старшего поколения или людей, которые специально этим занимаются. Вот остался такой эстетический феномен музыки Шостаковича. Вот что происходило в первую секунду, после того, как вы закончили, почти закончили цикл? Вот что это? Ведь вы, это Марианская впадина, это Кавкианские миры, это такая смесь светлых образов из самых страшных кругов ада. Вот через что вы прошли и с чем вы на сегодня остались? Ну, я думаю, что мы в самом начале пути. Дело в том, что можно сказать, да, мы это все попытались, так сказать, понять, изучить. Я вам скажу, что я как практик и как прагматичный очень исполнитель, который развивает оркестр свой, так или иначе, я считаю, что, во-первых, это школа фантастическая для того, чтобы оркестр вырос. Потому что любая симфония – это парад солистов. Я сейчас говорю о технологических вещах, но они тоже невероятно важны. И я не знаю, те ребята, которые сейчас молодые, соприкоснулись с этим, вот таким, не знаю, парадом планет с 15 симфониями, что они это пропустили через себя, это для них, конечно, невероятная духовная подпитка, которая будет, я уверен, их сопровождать всю оставшуюся жизнь, их творческую, понимаете? Я думаю, что каждая симфония – это театральная пьеса. И в каждой симфонии мы наблюдаем вот просто абсолютно живую, прямую человеческую речь, человека, который проходит через невероятные круги, который остается самим собой, он никогда не будет сломлен, он в ужасе наблюдает за тем, что происходит и что его окружает. И он… У Шестаковича есть два потрясающих окончания практически во всех симфониях. Это либо триумф, либо уход в другой мир, в пианисимы. И это потрясающе. Паразительно. Вы сейчас сказали вещи, и я вспомнил один из, может быть, первых портретов нам известных, это портрет Кустодиева, не маслом. И там упорство в этом молодом человеке и колоссальная внутренняя собранность. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо большое. Отличного концерта. Спасибо. Другого и не может быть. И с наступающим днем рождения, Дмитрий Дмитриевич Шестакович. Спасибо. Александр Сладковский сегодня в главной роли. Низкий поклон. Обязательно увидимся. Субтитры подогнал «Симон»